Как известно, Генеральная Ассамблея ООН единогласно одобрила специальную резолюцию об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Документ был представлен в Нью-Йорке. Принятие резолюции стало практической реализацией инициативы главы нашего государства, выдвинутой в ходе Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», состоявшейся в июле прошлого года в Ташкенте. Данная резолюция не только была единогласно поддержана всеми государствами-членами ООН, но и принята при соавторстве около 40 стран из разных континентов мира, что свидетельствует о высоком признании международным сообществом актуальности и своевременности инициативы руководителя Узбекистана. Это очень важное политическое событие. Организация Объединенных Наций в лице Генеральной Ассамблеи единогласно принял специальную резолюцию. Это была резолюция по укреплению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Это была инициатива президента Республики Узбекистана Шавката Романовича. Это также говорит о том, что авторитет Узбекистана из года в год растет, растет в качестве субъекта международных отношений. Сам факт принятия этой резолюции, с одной стороны, говорит о том, что международное сообщество сегодня признает Центральную Азию в качестве целостного и неделимого пространства. Я думаю, это очень важно. И это, конечно, во многом благодаря политической воле и усилиям главы нашего государства. Взаимосвязанность имеется в виду, в первую очередь, конечно, транспортные коридоры. Это, конечно же, и энергетические коридоры. Там речь идет также о поддержке строительства линий электропередач. Это также и газовые трубопроводы. То есть это все те трансрегиональные проекты, которые сегодня регион Центральной Азии продвигает, где наземным мостом выступает Афганистан. Они получили поддержку со стороны международного сообщества. И принятие этой резолюции позволит, на мой взгляд, консолидировать усилия международного сообщества для продвижения вот этой концепции взаимосвязанности, которую продвигает президент Республики Узбекистан. И что очень важно, тут, когда мы говорим о взаимосвязанности, мы должны понимать, что ключевым таким звеном, который связывает Южную и Центральную Азию, выступает Афганистан. Те проекты, которые должны связать Центральную и Южную Азию, они будут реализовываться именно на территории Афганистана. Мы ожидаем, что реализация этих проектов окажет мультипликативный эффект на сам Афганистан, это создание дополнительных рабочих мест, это устранение социальной базы, которая подпитывает экстремизм, терроризм. То есть взаимосвязанность между Центральной и Южной Азией, она также позволит принести долгожданный и прочный мир в Афганистан. Центральная Азия может превратиться в такой трансконтинентальный хаб, трансрегиональный хаб, который будет связывать не только Южную Азию, с Южной Азией она будет связана, но и будет связывать Европу с Южной Азией, будет связывать Ближний Восток с Евразией. То есть сама идея взаимосвязанности, она открывает большие перспективы перед Узбекистаном и перед регионом Центральной Азии. Мы от всей души поздравляем Республику Узбекистан с единогласно принятием Генеральной Ассамблеи ООН специальной резолюции об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией, ставшей практической реализацией инициативы президента Шавката Мирзёева. Нам необходимо возродить прежние связи между Индией и Центральной Азией и очень отрадно, что Узбекистан взял на себя ведущую роль в привлечении внимания к данному вопросу. Торговые связи между двумя регионами позитивно скажутся на повышении качества жизни населения данных территорий. Сама Индия – это рынок с населением 1,3 миллиарда человек. Доступ к данному рынку принесет несомненную выгоду всем заинтересованным сторонам. С этой целью Индия предприняла практические шаги в поводу в эксплуатацию порта Чабахар в Иране. Ваша республика также играет ведущую роль в объединении Ирана, Индии и Узбекистана в трехсторонних встречах для обсуждения реализации инициативы относительно порта Чабахар. Со своей стороны, Индия готова совместно с Узбекистаном решать все проблемы нашего региона, включая вопросы устойчивого развития, сокращения бедности, обеспечения продовольственной безопасности, противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков, оказание содействия в поддержании мира и безопасности в Афганистане. Укрепление связей между Индией и Центральной Азией послужит эффективному решению всех этих вопросов. Если мы говорим о Центральной Азии и Южной Азии, в 2021 году общий объем торговли этими двумя регионами составлял 1,4 миллиарда долларов. И последние пять лет экспорт наших продуктов в эти регионы увеличился 26%, а импорт из этих регионов увеличился почти 50%. Страны Центральной Азии имеют очень огромный потенциал торговли и коммерческий проект. Почему это не происходит? Потому что у нас нет еще достаточной инфраструктуры. Сейчас намечаются огромные инфраструктурные проекты между Центральной Азией и Южной Азией. Первый проект – это КАСА проект. Общая сумма этого проекта составляет больше 1 миллиарда долларов. И оно даст нам возможность экспортировать 3 миллиарда, 5 миллиардов киловатт в час электроэнергии в южноазиатские страны. Другой проект – проект ТАБИ, который в Туркменистане, Афганистане, Пакистане и Индии. Это тоже даст центральным азиатским странам возможность экспортировать около 35 миллиардов кубометров газов в эти южноазиатские страны. Другой проект, который выдвигается Узбекистаном – это проект Термез Мазар-Шареф Кабул-Пешавар. Это строительство железной дороги. Это увеличит наши логистические способности на 10 миллионов тонн в год. Даст огромный толчок экономической возможности. Афганистан тоже пользуется огромным транзитным. Недавно исследование Boston Consulting Group показывает, что центральные азиатские страны имеют огромный инвестиционный потенциал. Это резолюция, соединяющая Центральную Азию и Южную Азию. Это еще подчеркивает дальновидность идеи нашего президента, который не только улучшает экономическое состояние в нашей стране, но и в других соседних странах тоже. Принятие резолюции в числе соавторов которой и Пакистан свидетельствует о важности и значении этого документа. Он соответствует мировым тенденциям, которые ведут к взаимосвязанности. И самая крупная глобальная инициатива в данном направлении – это «Один пояс, один путь», куда также входят Узбекистан и Пакистан. Общая тенденция заключается в том, чтобы объединить регионы и связать их с помощью различных типов транспортного сообщения, включая автомобильное, железнодорожное, воздушное. Так что инициатива Узбекистана об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией станет импульсом для развития регионов, поскольку надёжные источники связи способствуют улучшению социально-экономических условий, развитию экономического сотрудничества, укреплению мира и стабильности. Надёжная связь подразумевает не только соответствующее транспортное сообщение, но и налаживание контактов между людьми, гармонизацию обычаев, доступность путешествий, упрощение визового режима и другие аспекты. На мой взгляд, для успешной реализации резервюции необходимы четыре основных фундаментальных требования. Первое – это сильная политическая воля руководства стран. Второе – географическое положение. Третье – состояние инфраструктуры. Четвёртое – мир и безопасность в регионах. Считаю инициативу президента Узбекистана очень важной, перспективной и дальновидной, поскольку она будет способствовать формированию благоприятных условий для развития торгово-экономических связей и роста взаимных инвестиций. Консолидация усилий в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности. Принятие этой резолюции позволяет активизировать сотрудничество между двумя регионами по многим направлениям. Первое – в сфере торговли и инвестиций. В этом плане на первое место выходит формирование благоприятных условий для развития торгово-экономических взаимоотношений. И прежде всего за счёт формирования свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и инвестиций. Значит, для нас, стран Центральной Азии, по сути, открывается большой необъятный рынок с населением примерно 2 миллиарда человек и с совокупным валовым внутренним продуктом около 3,3 триллиона долларов. Это огромнейший рынок, и мы, конечно, заинтересованы в выходе на него. Наряду с этим мы могли бы запустить процесс обсуждения и согласования проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Кроме этого, создаётся хорошая такая платформа для инклюзивного экономического развития стран Центральной Южной Азии, а также возможность вовлечения Афганистана в трансграничные экономические связи. Сотрудничество стран двух регионов в области цифровизации. Все международные эксперты отмечают, что это направление наиболее перспективно и фактически может стать локомотивом роста экономик наших стран. И с принятием этой резолюции появляются дополнительные возможности объединить усилия по реализации многих проектов в области цифровизации. Продолжение следует...